В Гонконге чай с молоком – непритязательный, но очень популярный напиток. Он настолько распространённый, что участники протестного движения Гонконга вместе с активистами из Тайваня, Таиланда и Мьянмы назвали себя «Альянсом молочного чая». После того, как гонконгская администрация начала гонение на оппозицию, более 130 тысяч местных жителей получили специальные визы, позволяющие жить и работать в Великобритании. Некоторые мигранты перед отъездом записались на уроке приготовления чая с молоком. В этом классе девять учеников. Не все планируют уехать из Гонконга. Некоторые просто интересуются местной культурой. «Чай с молоком очень важен для гонконгцев. Когда я был маленьким, то ходил с родителями в кафе, чтобы выпить чаю с молоком и позавтракать. У нас такая привычка – выпивать утром чашку такого чая». Эрик Там – менеджер в страховой компании. Сейчас живёт в Великобритании. Приехал в Гонконг, чтобы запастись чаем и выучить правильный рецепт. «Я жил в Гонконге несколько десятилетий. Не могу сказать, что не скучаю. Полностью погрузиться в британскую культуру смогу нескоро. Всегда думаю о Гонконге. И чай с молоком помогает». Основательница курсов говорит, что 40% из 2000 посетителей курсов планировали эмигрировать. «Это уже не просто повседневный напиток. Он стал символом гонконгцев. В прошлом гонконгцы привозили друзьям за границу наши бисквиты или лапшу. Но теперь привозят чай. Это новый сувенир из Гонконга». В плане любви к чаю Гонконг и Великобритания похожи. Британцы тоже предпочитают чёрный чай с молоком. Правда, способы приготовления различаются. В Гонконге это не молоко, а сгущёнка. «Когда они пьют такой чай, то вспоминают о потерянном доме, потерянной жизни. Это дарит ощущение теплоты и безопасности». За последние два года в Великобритании появилось как минимум пять марок чая в гонконгском стиле. А в сентябре в модном лондонском районе Шордич открылось кафе, где предлагают именно такой напиток.